Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пеков в студии мне помогает Евгений Копеин. И мы поговорим о Рижской неделе моды, Рига Fashion Week. И сегодня в нашей студии Елена Сафронова, пиар-менеджер Рижской недели моды. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Главный вопрос. Как состоится ли? Ну, все мы знаем, что сколько там мероприятий отменялось и вообще сколько каких-то таких вот тревожных там всяких ходило слухов. Вот как будет проходить неделя Рижской моды и что вообще от нас ожидает? Да, ну мы на самом деле очень рады, что действительно удалось. Вчера, с 27 числа состоялось открытие, которое знаменовалось национальное вручение премии в области моды и стиля ежегодно. Она была 15-я, юбилейная. И неделя моды пройдет вплоть до 31 числа, до последнего момента, вплоть до вчерашнего дня, когда уже было открытие, было заседание. И мы переживали, что опять будут какие-то ограничения, что введут нововведения, которые не позволят нам провести неделю моды. Но, тем не менее, все, слава богу, состоялось. И, конечно, там до последнего мы думали, как адаптировать формат, потому что весной текущего года неделя моды не состоялась, потому что, в принципе, запрутили публичные мероприятия. Что касается текущего сезона, то у нас это публичное мероприятие, которое позволяет собирать в помещениях до 300 человек. Это дистанция 2 метра. У каждого гостя свое персонализированное место в зале. Это мы обеспечиваем дезинфекции, ну, то есть, как бы маски, опять-таки. Поэтому все это проходит с учетом всех санитарных норм. Вы сказали, что, да, вчера уже состоялось вручение наград. Вот что это кому вручали и вот премия в области моды за прошлый год? Да, ну, это ежегодная премия. Она уже, это 15-е юбилейная была в текущем, в настоящем году. Если, как бы, посмотреть на... Так, сначала, то есть, что такое премия? Премия – это вручается латвийским дизайнерам, модельерам за достижения в области моды, да, то есть, наиболее их яркие. То есть, есть ряд номинаций. В этом году было 13 номинаций. Если посмотреть на ретроспективу проекта, то по мере времени проект развивался. И с такой более светской, элитной, элитного мероприятия стало все-таки больше профессиональным. То есть, сейчас награждаются за самый, там, креативный аудиовизуальный показ, там, дизайнер года. В этом году была номинация «Лучшая книга о моде», «Лучшая выставка о моде». То есть, члены жюри, они оценивают вклад в индустрию моды Латвии, то есть, ну, который действительно существенный, значимый на международных рынках. И в каждой из номинаций представлено от двух до трех дизайнеров местных, латвийских, ну, или специалистов, экспертов в области моды, в зависимости от номинаций. И жюри оценивает и, собственно, награждает. Как проходило награждение? То есть, я уж не понимаю, там, виртуально или вживую? То есть, вот как это все происходило? Вчера, да, состоялось открытие. Было в Digital Art House. Каждый сезон мы стараемся выбирать какое-то новое место. Награждение было физическое, то есть, все присутствовали, было порядка ста гостей. Ну да, то есть, собрались сами номинанты, собрались гости, какая-то была поддержка, были представители прессы, и уже на тот момент были известны победители. То есть, вся такая предвыбочная работа, она была проведена до, а вчера было только такое вот уже награждение. То есть, не было такого «And Oscar goes to» и там вот открывание конверта. Нет, нет, было, как раз таки было. То есть, никто, кто присутствовал в зале, пришли, постарались прийти все номинанты, и они действительно были в неведении, кто же победил. Поэтому была такая создана, да, определенная интрига, потому что только вот вчера стало известно, кто стал победителем во всех номинациях. Я понимаю, что это было, ну вот, открытие, открытие «Рижской недели моды». А где происходят основные мероприятия? Основные показы будут проходить в Ханзе Спироне, начиная с… сегодня еще будут ряд презентаций, то есть, у нас как бы каждый год, помимо того, что это основные показы коллекции дизайнеров, есть ряд мероприятий развлекательного, образовательного характера. В частности, сегодня это будут презентации дизайнеров больше в их шоурумах. Это там Грета, это Амери, Сойка, Сикрет Гарден. Будет показ фильма в Splendid Palace сегодня, а начиная уже с завтрашнего дня, начинаются основные большие показы на подиуме Ханза Спирона. Стоит, наверное, еще отметить, что в этом году в рамках «Недели моды» пройдет международный проект европейский «United Fashion». Это уже второй раз в Латвии будет проходить, и в рамках него 29-го числа в Radisson Blue Hotel Latvia пройдет семинар и вебинар. Семинар – это очно, там было заявлено 30 гостей, можно было, ну, поскольку по текущим стандартам все места были автоматически зарезервированы, очень короткие сроки, и в онлайн-формате также будет вебинар с экспертами из-за рубежа. Вы упомянули про показ фильма, может быть, пока мы не ушли далеко от этого, вот Хельмут Ньютон «Бесстыдная красота», так называется картина, почему именно вот этот фильм и почему показ происходит в Splendid Palace? Будет ли он сопровождаться какими-то особыми ивентами, гостями, там, не знаю, при… Ну, какие-то там особые активности не подразумеваются, вот, но почему Splendid Palace? Там большой красивый зал с большим экраном, опять-таки, там можно обеспечить рассадку людей с дистанции 2 метра. Ну, почему этот фильм? Во-первых, он как бы новый, и он о моде, то есть, что, в принципе, как бы напрямую связано с текущим мероприятием, его не показывают в кинотеатрах, то есть, достаточно такая… Люди, которые там заинтересованы, которые в индустрии, для них это будет, мне кажется, максимально актуально. А можно ли было приобрести билеты людям со стороны, или это только для тем, кто работает в индустрии моды? Ну, нет такого, что… Да, нет, билеты доступны в кассах, в кассах Splendid Palace, и, в принципе, любой желающий может посетить. То есть, показ фильма будет в 6 часов вечера, еще даже сегодня еще можно успеть приобрести билеты. Вот, если мы говорим о показах в Ханзе с Перрон, то есть, это будут самые, что ни на… То есть, это не будет, опять-таки, удаленное какое-то действие, кто может прийти в Ханзе с Перрон, посетить эти показы? Что нужно для того, чтобы попасть туда? Ну, вообще, это общемировая тенденция, что на неделе моды, в принципе, не продаются билеты. То есть, это не наше такое пожелание, это общемировое такое требование. И, действительно, билеты купить нельзя. Раньше, когда не было ограничений, связанных с ковидом, пригласительных на показы было больше. То есть, их распространяли дизайнеры среди своих клиентов. Мы распространяли, мы там разыгрывали на страницах в социальных сетях партнеров. В этом году немножечко другая ситуация, потому что мы ответственны за каждого человека, кто пришел в Ханзе с Перрон на показы. У каждого будет свое персонализированное место, как я уже упомянула ранее. Поэтому мы ограничили число гостей. И сейчас пригласительные нельзя получить в свободном доступе. Скорее всего, их уже не будет такой возможности. Но все-таки вот эти показы, они останутся как что-то мимолетное в памяти тех счастливчиков, которые пришли? Или все-таки будут какие-то онлайн-трансляции? Или, например, съемки, которые можно будет потом посмотреть? То есть каким образом эти показы будут доступны? Да, еще, наверное, нововведение текущего сезона это то, что ряд показов будет доступен онлайн на фейсбук-странице «Рижской недели моды» официальной. Поскольку сам зал может вместить в себе меньше количества гостей, мы решили, что это будет правильное решение, чтобы любой, в принципе, желающий, любой точки мира мог ознакомиться с новыми коллекциями. То есть что нужно сделать для того, чтобы посмотреть? И все-таки так вот конкретно, да, это может быть, но вот... Нет, нет, у нас будут, то есть это просто будут прямые трансляции. У нас есть программа на сайте «Рига Фашнвик» опубликована. То есть человек может видеть, в какой день, во сколько начнется показ, и он начнется своевременно, потому что будет прямая трансляция, и прямая трансляция можно будет посмотреть на фейсбук-странице «Рига Фашнвик», то есть абсолютно любому человеку. То есть он заходит на фейсбук, находит «Рига Фашнвик», и там будет... Какую, может быть, коронавирус внес, мы понимаем, что ограничения ограничениями, вот как в мир моды, что привнесло? Может быть, это какие-то особые маски, может быть, какие-то, я не знаю, там, распорки для того, чтобы соблюдать социальное дистанцирование. То есть я представляю себе, какую, в принципе, фантазию могут включить дизайнеры для того, чтобы все эти тренды вот нашего, вот этого 2020 года использовать. Ну да, вот я как раз готовила релиз на тему того, как латвийские дизайнеры адаптировались вот к этому периоду, потому что понятно, что, несмотря на все надежды, но он тяжелый, и многие дизайнеры стали производить маски брендированные, авторские, то есть кто-то с принтами, кто-то с логотипом бренда, и, допустим, латвийский бренд NOLA, он говорит, что сейчас, в текущий период, эти маски прям вот пользуются невероятным спросом, при том, что так интересно получилось, что еще там до всей этой истории с коронавирусом они заказали достаточно большое, ну, бренд NOLA, он, в принципе, такой экстравагантный, заказали эти маски, абсолютно не зная, что еще они станут элементом гардероба на текущий момент времени, и заказали в большом количестве, и теперь они, конечно, этим, ну, активно пользуются, продают их. В принципе, да, дизайнеры, наверное, вели маски в свой ассортимент каких-то разборок, такого не знаю, не встречала, по крайней мере, на латвийском рынке. Я видел костюмы на каких-то показах, где, ну, просто были как корсеты такие большие, которые не позволяют подойти к человеку близкой, и вот это как бы такое социальное дистанцирование. Да, я понимаю, о чем говорить, но вот в Латвии такого дизайнеров не встречала, может быть, на мировом рынке, да, и, кстати, вот вчера тоже была, у нас есть такая дизайнер, Ксения Данилова, которая делает шляпы, и у нее была такая интересная тоже как сеточка, ну, мне показалось, что как у невесты, когда фата, ну, что-то похожее, но это не фата была, вот, тоже такая, вместо того, чтобы использовать маску, и как бы ее закрывало лицо такая, как шаль легкий, вот, и это тоже такой, мне кажется, интересный вариант, как можно дистанцировать себя от окружающих. То есть можно сказать, что маска, которая стала, ну, обязательным уже элементом гардероба нашего, она активно теперь вошла и в какой-то аксессуар. Да, да. И дизайнеры, в принципе, делают какие-то свои авторские уже дизайны, но они, эти дизайны масок, при том, что это дизайн маски, выполняют свое прямое предназначение, то есть защищают ли эти маски? То есть они отвечают ли медицинским каким-то требованиям? Нет, если мы говорим о классических масках на лицо, которые там сейчас производят активно, конечно, да, то есть есть и ткани, то есть они, по сути, ничем не отличаются, просто они как бы более интересно оформлены, то есть они более интересный дизайн. Так, конечно, они там выполняют свою прямую функцию. Ну, то есть они гармонируют, вписываются ли там в этот, в общем, да, в стиль? Ну, как бы, в принципе, да, задача дизайнера, как бы, они создают эти маски с какой целью? Чтобы, ну, во-первых, сказать, что да, вот мы социально ответственные, да, мы как бы вот интегрировали к себе все эти текущие, ну, трендами это сложно назвать, но по текущему обстоятельству мы как бы под них адаптировались. Ну, и как бы, чтобы не ходить с медицинскими масками, то есть они придумывают какое-то свое авторское решение. Мне кажется, это правильно. Не смыкается ли это, например, с какими-то восточными культурами, где тоже вот закрытие лица, вот как паранжа, там хиджабы, вот всевозможные, а эти маски, они чем-то вот рифмуются, перекликаются с такими? Ну, сейчас же, ну, как бы, я думаю, дизайнерам бы им в голову бы не пришло делать такие маски, ну, как бы большинство из них, если бы не текущие обстоятельства, там, с дистанцированием, то, что это просто как стал предмет безопасности, чтобы обезопасить себя, обезопасить окружающих. Как-то я не проводила аналогии с восточной культурой, но, может быть, что-то в этом есть. Еще одна, я думаю, большая проблема – это отсутствие всевозможных светских мероприятий, которые вот отменяются, а ведь как раз-таки для этих мероприятий требуются какие-то особые костюмы, наряды, учитывая, что дома просто вот ходить по дому в дорогих нарядах, костюмах, как бы, когда тебя никто не видит, это глупо. В общественном транспорте там вроде ты тоже не проедешь. То есть для этого необходимы какие-то вот специальные ивенты, которые раньше были очень частыми, то есть приемы, баллы, там всевозможные открытия каких-нибудь мероприятий. Вот сейчас эта жизнь, она замерла или все-таки продолжается? Ну, конечно, не в тех масштабах, как она была там какое-то время назад, но мероприятия не проводятся, в том числе вот Рижская неделя может тому подтверждение, что там соблюдением дистанции, санитарных норм, есть возможность проводить мероприятия. Но другой вопрос, что, ну, как мне показалось по опыту, что люди немного боязно к этому относятся, то есть они лучше там предпочтут отсидеть от периода дома, ну, там не подвергать себя какой-то опасности, и сами, то есть не желают выходить куда-то. Хотя с другой стороны, иногда посмотришь там рестораны, выходные полные, то есть такой немножечко диссонанс происходит. Ну, нет, мероприятия проходят не в тех объемах, которые они были ранее, но есть, да. Ну, то есть, получается, как бы тут тоже какие-то двойные стандарты, с одной стороны рестораны полные, а с другой стороны вроде бы нам не дают возможности устраивать мероприятия. Я вас попрошу надеть наушники, у нас звонки в студию. Я напомню, что у нас в студии сегодня пиар-менеджер Рижской недели моды Елена Сафронова. Здравствуйте, доброе утро, ваш вопрос. Добрый день. Я хотела вот что сказать. У меня знакомые некоторые по зуму устраивают посиделки, чайпики, и вот они наряжаются, выкладывают свою сдобу какую-то, выпечку, то есть еще так, красивую посуду. То есть, это можно делать и виртуально тоже. Есть тоже куда-то возможность надевать эти наряды. Спасибо. Спасибо. Я просто, может быть, дополню этот вопрос. Сейчас, по-моему, появилась коллекция Дианы Арно как раз для исключительно виртуальной одежды, которую можно использовать только в виртуальной среде. То есть, человек может приобрести такое платье, но это как бы совмещается с его фотографией, и он как будто бы в этом наряде, который существует только виртуально. Вот насколько эта тенденция… Да, на самом деле это очень интересно наблюдать, как вообще все индустрии адаптируются по текущие обстоятельства, потому что все понимают, что там как раньше, скорее всего, уже не будет. Нужно просто смотреть вперед, идти дальше. В частности, дизайнеры раньше, чтобы заказать ткани для пошива коллекции, они ехали на фабрику, они щупали эти ткани, смотрели, выбирали цвета, текстуры, фактуры и так далее. А сейчас, поскольку такой возможности нет, сами фабрики адаптировались, они присылают эскизы, то есть уже посредством онлайна дизайнер может выбрать для себя ткани. Стилисты аналогично стали работать так же. То есть если раньше надо было встретиться с человеком напрямую, чтобы подобрать ему какие-то образы, то сейчас есть условно некие виртуальные манекены, которые повторяют структуру тела человека, которому необходимо подобрать этот наряд, и вот посредством опять-таки онлайн взаимодействия, коммуникации подбираются образы человеку. Что касается коллекции, то да, сейчас тоже есть дигитальные коллекции, и в частности вот этот проект United Fashion, который пройдет в рамках недели моды, были заявлены именно дигитальные коллекции, то есть они не были физическими. Вот мы дошли как раз-таки до самого интересного. Что же вы молчите, это прямо дигитальные коллекции? Ну, это может быть звучит так, но по сути это просто коллекции, которые, ну, они не, просто не в физическом, то есть их нельзя там потрогать, поскольку просто нет такой возможности там всем собраться со всего мира и там посмотреть на них, но действительно дизайнеры их создали, эти коллекции, они их подали на рассмотрение там членам жюри, и те их уже выбирали, но это просто в плане того, что все эти наряды, они были виртуальными, то есть можно было там с разных ракурсов с ними ознакомиться, посмотреть, то есть такой условно некий 3D формат. Но какой смысл в этом? Это уже какая-то такая, условно говоря, заготовка, по которой можно создавать дальше уже реальные образы, или это просто делается для, может быть, клиента, который хочет сделать несколько фотографий, вот скажем, для Инстаграма в каком-то таком интересном образе, и не собирается выходить и надевать это физически? Нет-нет, это абсолютно коллекции, то есть их готовы к пошиву, просто поскольку сейчас, ну, недели моды, в принципе, для чего они нужны? Потому что на моделях были показаны эти самые коллекции. Сейчас у зарубежных дизайнеров нет такой возможности, поэтому они подавали все это дигитально, но коллекция действительно, то есть она готова абсолютно к пошиву, когда будет такая там необходимость, возможность. Я не помню, на каком показе моды была, по-моему, очень интересная на дронах коллекция показана, то есть вместо манекенчиц моделей вылетали дроны, которые вот несли по подиуму вот эти вот наряды. Вот это вот, как вы видите вообще, насколько будущее вот в жизни модели нужны они будут, или их можно будет заменить виртуальными образами, там, дронами, которые будут так вот демонстрировать платье? Ой, на самом деле сейчас вообще очень как-то сложно однозначно сказать, потому что действительно форматы, их вообще невероятно большое количество, и просто тут фантазия неогранична, то есть кто на что гораст. Сына ходит там разговор о том, что человек в принципе там не нужен будет, там, как элемент для демонстрации, выжить самоодежды. Ну, я не знаю, это знаете, как раньше говорили, что вот там с появлением интернета умрет средняя разница, но тем не менее ничего не умерло. То же самое тут. Понятно, что с появлением технологий, возможно, там, добавочная стоимость каких-то таких простых вещей, которые там выполняет человек, она сойдет на нет, но тем не менее человек там как личность, с своим там интеллектом, он точно не будет смещён, ну, технологиями, на мой взгляд. А что касается показов, то сейчас, конечно, стараются максимально уйти от этих классических catwalk, когда там просто модели демонстрируют на себе одежду, дизайнеры абсолютно там креативят, кто устраивает показы там в полях, кто ещё где-то, то есть кто там какие-то невероятные инсталляции интегрирует в показы. Поэтому это всё очень так активно сейчас используется. Но Riga Fashion Week не уходит пока в поля. В поля не уходит, но он регулярно, ну, это же прошлые сезоны были коллекции в нестандартных местах, сейчас я уже, наверное, ну, то есть или это какие-то заброшенные здания, то есть там, я помню, у M-Couture несколько сезонов назад был показ и там в заброшенном здании были зеркала на полу, зеркала там, то есть оформлены зеркалами, это, конечно, смотрелось очень эффектно. Ну, то есть регулярно куда-то пытаемся какие-то показы сделать, какой дизайнер на это готов, тут, в принципе, мы подстраиваемся, мы очень флексибл в этом плане. PR-менеджер в Рижской неделе моды Елена Сафронова в нашей студии, мы сейчас ненадолго прервемся, после чего продолжим рассказ о том, что ожидает тех, кто следит за модой на Rigan Fashion Week. Продолжается утро на Болткоме, и я еще раз напоминаю, что PR-менеджер Рижской недели моды Елена Сафронова в нашей студии рассказывает о том, что уже началась, собственно говоря, вчера 32-я Рижская неделя моды и продлится она до 31 октября. Какие вот нововведения, какие внес коррективы COVID-19 в нашей работе в Риге Fashion Week, кто из известных ведущих латвийских дизайнеров принимает участие в Рижской неделе моды? Ну, основные показы начнутся в четверг, именно в Ханзе Спироне уже там среди дизайнеров, я не знаю, кто в индустрии, наверное, как бы тем скажут, что именантно такие бренды, как Нола, Катя Шихурина, Наталья Янсена, Селина Кер, а помимо основных таких дизайнеров есть еще детские бренды, это Баронесса, Аристократ Китс и Роккен Маус, то есть еще и детские коллекции мы охватываем. Какие будут, я понимаю, еще, кроме показов моды, мероприятия, вот мы знаем, что, ну, уже упомянули показ фильма, но о моде, и какие еще, может быть, какие-то встречи, семинары, какие-то вот конференции будут происходить, и насколько они возможны, ну, вот в каких форматах? Да, как я уже упомянула, будет сегодня, в частности, не будет основных показов, но будет презентации в шоурумах у дизайнеров, это Амери, надзирного Сойко Сикрет Гардена, Антониас, с полпятого будет студия Грета, новый тоже бренд, молодой, представит свою коллекцию. Что касается четверга, то будет презентация балтийских дизайнеров и болты, и Baltic Fashion, галерея Центрс на четвертом этаже, и после уже шести часов начнутся основные показы. в этом году пройдет ночной показ бренда Volga Vintage, стилиста Сергея Хатанзеевского, это, в принципе, тоже такое, ну, новое для недели моды, мы не можем проводить там после полуночи по регламентам, но он будет прям аккурат перед полуночью, то есть в один часов и до полуночи. Да, вот я всегда, очень тоже для меня странно, вот после заплета после полуночи, то есть что там должно превратиться в тыкву после полуночи, непонятно, но тем не менее, вот такие правила, которые нужно соблюдать, и я знаю, что это называется перезагрузка, да, только отсылка к матрице и к таким вот тоже интересным вещам, и если кто-то заинтересовался, я понимаю, что интернет в помощь, вот есть сайт RFW, www.rfw.lv, где что можно вот на сайте, если кто-то, например, ну вот следит виртуально, какие возможности дает сайт следить за рижской неделей моды? На сайте мы публикуем всегда программу, то есть в принципе, как бы изначально, когда мы объявляем даты недели моды, через сайт можно подать аккредитацию прессе, можно узнать, мы публикуем все актуальные новости и релизы, которые мы выпускаем в прессе, то есть любой, кто зайдет на сайт, может узнать, что сейчас происходит в рамках недели моды, какие там новости, также в этом сезоне появился блок про ковид, который подробно объясняет то, как нужно себя вести гостям в период проведения недели моды, если они его посещают, то есть какие соблюдать меры предосторожности, как нужно регистрироваться, чтобы в итоге получить свой пригласительный, потому что, я говорю, мы еще раз несем большую ответственность за проведение мероприятий, за людей, и важно, чтобы там каждый в итоге получил свое место, чтобы это была грамотная регистрация. Да, на сайте также публикована программа, и можно ознакомиться с дизайнерами, которые будут представлены недели моды, то есть, в принципе, там все дизайнеры, за все прошлые сезоны в том числе, и можно там перейти на их профиль личный, какую-то информацию минимальную получить. В социальных сетях они поддерживаются более активно, в том плане, что там регулярные публикации, сториз, то есть оттуда, может быть, узнать можно более оперативно какую-то актуальную информацию. Вот сториз, говоря про сториз, какую роль социальные сети сейчас играют в мире моды, насколько это становится, ну, все более и более, может быть, важным каким-то моментом в коммуникации между дизайнерами моды и их клиентами? Ну, социальные сети, это, конечно, вообще целое сейчас пространство для, не только для творчества, но и профессиональная среда, потому что, действительно, раньше там социальные сети рассматривалось, как что-то там, ну, ты публиковал и, ну, просто поделился с миром каким-то своим настроением, ощущениями, эмоциями. Сейчас же, действительно, профессиональная среда, в которую там вкладывают деньги, которая потом дает свои плоды, и в плане коммуникации, там, дизайнеры, они действительно видят большой потенциал в этом, потому что идут уже заказы напрямую через Инстаграм посредством сторис, это уже такая прямая коммуникация с целевой аудиторией, можно отслеживать статистику внутреннюю, ты видишь, кто тебя наблюдает, и можно там как-то пытаться, если ты понимаешь, что, допустим, это не твоя целевая аудитория, что она не платежеспособна условно, ты можешь как-то там настроить таргет, все-таки попытаться охотить свою целевую аудиторию, ты можешь смотреть, что, то есть, если раньше там нужно было делать большие анализы, вот зайдет ли эта коллекция, зайдет ли этот цвет, понравится, не понравится, сейчас там достаточно одной сторис, сделать там голосование среди своих подписчиков, среди своей аудитории, понять там, понравится им там определенная вещь в коллекции или не понравится, ну, то есть, конечно, большой-большой плюс в плане того, что это стало просто проще коммуницировать с аудиторией, то есть, ты с ней на «ты» уже, но это, конечно, тоже дает свои плоды в точке зрения финансов, потому что сейчас можно продавать через Инстаграм, и это активно используется. А каким образом происходит продажа через Инстаграм, кто, ну, вот пользуется лишь, ну, вот этим широко, вот я понимаю, что прийти в магазин или там вот заказать, сказать, что, о, вот это мне понравилось, вещи из коллекции, и я готов ее купить, а как это происходит в Инстаграме? Нет, там же есть, вот, можно интегрировать эти шоппинг-тэкс, человек публикует, ну, дизайнер фотографии в своем профиле, мне, допустим, как покупателю нравится эта вещь, я на нее кликаю, там появляется, меня сразу переводят в магазин, и я сразу могу, то есть, не выходя через эту платформу Инстаграма, сразу сделать покупку, то есть, это вообще удобно, и сейчас же все борются за внимание, если там человека за две секунды не привлекло что-то, потом что он вернется, это вообще, ну, глупо надеяться на это, вот, поэтому сейчас, да, Инстаграм сделал максимально все так, чтобы человек там не переходил на сторонние сайты, чтобы он все вот происходило в рамках вот этой платформы. Восьмидесятые, девяностые годы были временем супермоделей, там все знали, там, и Синди Кроуфорд, и Клаудио Шифер, и там, ну, этих, имена этих моделей, ну, там вот, может быть, их было десять, но это вот они гремели по всему миру. Сейчас, как будто бы вот такое ощущение, что, ну, нет таких вот звездных имен, которые знают абсолютно все, и вот это такие суперзвезды. Что произошло? То есть, это модели стали более, ну, скажем, потеряли, может быть, свое лицо и стали более стандартными? Интересный вопрос, я даже затрудняюсь на него ответить. Ну, нет, мне кажется, нет, ну, очень много красивых, успешных девушек. Не знаю, чего это зависит, мне кажется, наверное, от высокой конкуренции. То есть, как раньше, что там говорили, вот раньше были такие выдающиеся, там, композиторы, писатели, а где сейчас все это? Но это тоже есть, просто, наверное, за счет перенасыщенности рынка, там, по всем индустриям это касается, это просто теряется, и там специалисты в своей области не знают, что там эта модель, она там действительно очень востребована, и как бы они, ну, пользуются ее, как бы, услугами, ее там красотой, вот. И так в любых отраслях, не знаю, не могу сказать, что там кто-то стал менее, что стали менее, там, красивые люди, но нет, такого нет. Нет, я говорю просто о том, что раньше, возможно, вот создавались вот такие вот звезды, которые их знали именно в лицо, вот, ну, как киноактеров, кинозвезд Голливуда, то есть они стояли вровень с практически, а сейчас как будто бы, ну, вот мы все помним те имена, но вот новых, нового поколения как будто бы не появилось, то есть они стали более безликими, то есть не менее красивыми, но, может быть, их не раскручивают, вот этих моделей как личности именно. Ну да, возможно, есть такое, ну, говорю, что, опять-таки, наверное, это все-таки связано больше с перенасыщенностью рынка, в том плане, что сейчас все ушло в Инстаграм, если раньше, ну, действительно, не было такой тенденции, и больше пользовались там для продвижения другие платформы, там, телевидение, другие средства массовой информации, было другое позиционирование, то сейчас там, это вот уже кажется нормальным, что у человека, там, у девушки, у модели, опять-таки, тоже, там, несколько миллионов подписчиков, да, ну, то есть это огромный вообще плац людей, и он ее знает, он как бы ее признает, но, тем не менее, это действительно никак-то широко не освещается. То есть такие уже мини-экосистемы в каждой индустрии, что, как бы, ну, да, тоже определенная такая тенденция текущего времени. Высокая мода. Для чего она создается? Потому что очень часто, ну, вот, обычный человек думаешь, ну, как это можно носить, то есть, ну, кажется, что это какая-то скорее, ну, какая-то теоретическая физика, то есть она не имеет прикладного, как будто бы, значения, просто действительно какие-то такие очень интересные художественные, там, решения, образы. Да, такое действительно есть, но это больше, наверное, вопрос к дизайнерам. Все-таки у каждого дизайнера есть, безусловно, есть, ну, понимание, что такое коммерческая коллекция, и что такое вот коллекция для души. То есть, ну, дизайнеры, так или иначе, это люди творческие, которые есть что сказать, которые, там, хотят посредством своих коллекций что-то, там, сказать или миру, или, там, выразить себя. Да, и вот эти вот хай-кутюр коллекции, безусловно, вот про это, про то, что хочется как-то себя в этом проявить. Понятно, что коммерческие продажи, они такие больше максимально классические, простые, и об этом, ну, все это знают, поэтому тут уже вопрос того, какую цель преследует дизайнер. Как отражаются, может быть, на моде современные тенденции, ну, политкорректности, и того, что, в принципе, если раньше мужская и женская моды, они были абсолютно разграничены, то сейчас мы видим примеры, там, унисекса, например, который, вот, одежда, которая совершенно спокойно подходит и мужчинам, и женщинам. Напротив, некоторые дизайнеры для мужчин, для мужской моды придумывают какие-то уже даже и откровенно женские образы. Да, но сейчас действительно стерлась эта грань, что, там, женщина не должна носить брюки, или, наоборот, тем более, что сейчас активно развивается этот веяние феминизма, что женщины за то, чтобы быть равноправными с мужчиной, безусловно, это выражается, в том числе, и в моде. И, ну, мне кажется, это абсолютно нормально, что мир не стоит на месте, что он как-то адаптируется под текущие реалии. И, да, сейчас там женщины свободно могут дополнить свою гардероб каким-то мужским элементом, и это не будет выглядеть как-то странно, вычурно, но, наоборот, если это, как бы, грамотно, стильно все подобрано, то почему нет? Какую роль играет, вот, Рига Fashion Week для латвийских дизайнеров? Она, ну, помогает ли привлечь, может быть, выйти на международные рынки, как какой-то трамплин? То есть, насколько вот наши латвийские дизайнеры ограничены только нашим вот рынком? Да, мне кажется, это очень хороший и важный вопрос, потому что, к сожалению, у некоторых людей есть такое впечатление, что Неделя Мода – это такое светское мероприятие, куда люди приходят там себя показать, как-то встретиться с друзьями, но это не так, потому что, в первую очередь, цель Недели Мода – это как раз-таки позиционирование латвийских дизайнеров, их развитие, ну, возможность дать им платформу для выхода на международные рынки, и это подтверждает, в принципе, все. Во-первых, то, что приглашена ежегодно международная пресса, в этом году, понятно, по ряду причин, ни от нас зависящих международной прессы нет, хотя будет из Эстонии, но все-таки Прибалтика. Все остальные сезоны были и ВОК, и ЭЛЬ, там, Украина, Россия, Франция, Италия, то есть, действительно, представители прессы приезжают, они потом освещают мероприятия там на своем рынке медийном. Что касается второй стороны, это байеры, которые также приглашены в нашей базе порядка 400 байеров международных, которые аналогично приезжают на неделю моды, приезжают на показы, они делают закупки. И, конечно, нужно говорить с каждым дизайнером индивидуально, но мы ежегодно, каждый сезон, вернее, выпускаем релиз о том, об их достижениях, и они говорят о том, что вот благодаря там участию в неделе моды, меня там заметил тот-то, тот-то байер, меня там сделали такие-то закупки, я вышла на те-на-те рынки. То есть, все это действительно происходит, это очень важно, опять-таки, это проект международный европейский United Fashion, Латвия является официальным представителем этого проекта, там, всего 8 стран по Европе. И, опять-таки, вот для текущего сезона были выбраны два дизайнера из Латвии, это Ван Вулф и Наталья Янсена, и, опять-таки, это широкий общий спектр возможностей, чтобы тебя оценили ведущие мировые эксперты моды, дали какое-то свое там резюме, потом там пригласили принять участие там в шоурумах, в показах, но это, ну, для дизайнеров, безусловно, это очень важно, для латвийской индустрии моды тоже. А насколько вот наши какие-то национальные особенности влияют на дизайнеров, использование, ну, может быть, каких-то национальных элементов, национальных орнаментов или что-то еще? Вот есть ли такие тенденции? Я не замечала, честно говоря, настолько все у каждого индивидуально, и каждый пытается все-таки как-то, ну, может быть, не цепляться именно за какой-то национальный аспект, все-таки следить за мировыми трендами, тенденциями, интегрировать уже их в свои коллекции, потому что все-таки, ну, общая масса там девушек, которые там следят за модой, не только девушек, кто, в принципе, следит за модой, они следят, конечно, за какими-то ведущими дизайнерскими брендами, там, домами моды, и, соответственно, как бы локальные наши бренды, они стараются как-то что-то перенять и уже на свой лад это как-то интегрировать. То есть получается, что скорее вот эти тенденции общемировые, да, в которые мы следим? Есть же, ну, да, то есть, ну, безусловно, может быть, я как бы не настолько компетентный, не могу сейчас привести, например, дизайнер, который там именно вот орнаменты интегрирует в свои коллекции, но, как правило, да, то есть чтобы коллекция, опять-таки, была коммерческая, потому что, в принципе, ну, все это делается, чтобы продать, чтобы людям понравилось, то нужно как-то быть на волне вот текущих каких-то актуальных тенденций. Рига Fashion Week, насколько это, ну, вот если мы будем смотреть в будущем, насколько она чувствует себя уверенно, вот что мы, мода будет существовать, будет привлекать людей, и люди будут следить за тем, ну, вот что модно, а не что, например, там удобно им носить сейчас? Ну, кстати, не идет там удобство и мода, не идет никак в разрез одно с другим, потому что сейчас действительно есть там тенденция на то, что нужно носить что-то комфортное, то, что, ну, в чем ты чувствуешь сам себя уверен, но поэтому это может все быть абсолютно точно модно. Допустим, например, вот бренд латвийский One Wolf, он производит как раз-таки очень такую, на мой взгляд, ну, не только, на мой такую простую лаконичную одежду, такую оверсайз, ну, как бы она очень стильная, то есть в ней не то, что там пойти не только прогуляться, но только в повседневной жизни на какие-то мероприятия спокойно можно носить, и люди это делают, и да. Я вот как раз хотел тоже подвести к тому, что обычные люди все-таки далеки, может быть, от модельных пропорций, и, в принципе, сейчас, ну, приходит к тому, что люди, ну, бывают разными, и вот такой вот, не знаю, там, бодишейминг, там, когда люди клемят за то, что у них, скажем, лишний вес или что-то еще, то есть это как бы уже становится мавитоном. Вот дизайнеры, они учитывают то, что не всегда люди бывают там стройными, аполлоны там и наяды могут, ну, отличаться более там пухленькими, более там с животиком, например? Конечно, да, мне кажется, уже, в принципе, наверное, давно нет такого, что дизайнеры шьют одежду там на людей, ну, на модельных, людей модельной внешности и структуры тела. Абсолютно точно нет. Ну, даже сейчас, в общем, мировая тенденция, что даже модели, которые демонстрируют коллекции, они там не очень slim, и, ну, то есть изначально так было, но, в принципе, коллекция, она, ну, для, в разном размерном ряду, то есть, в принципе, любой человек, который хочет ее приобрести, он это может сделать. И сейчас, например, была, опять-таки, возвращаясь к национальной премии вручения моды, которая вчера состоялась, была за обложку года, и ее взял журнал Пастыга в российской версии, где была изображена такая крупная девушка, очень, вероятно, такая эксцентричная, с татуировками, и это еще раз подтверждает то, что, в принципе, уже уходит постепенно от этих стандартов красоты, если уже не ушли, и все-таки говорят о том, что, да, все люди прекрасны в любом теле, в любом проявлении. На сайте Riga Fashion Week, вот я смотрю, есть, можно посмотреть всю программу мероприятий, и таким образом получается, что можно принимать участие, как бы, в некоторых виртуальных, ну, виртуально принимать участие в некоторых мероприятиях просто человеку, который интересуется модой, зайдя на сайт. То есть эта неделя, как бы, благодаря технологиям, все-таки остается открытой для общества. Да, в этом сезоне действительно это более общедоступно в плане прямых трансляций, которые будут с показов Ханза Спирони, которые, уже сказала, будут доступны на странице Riga Fashion Week в Фейсбуке, и пройдет вебинар. На нашем сайте есть новости про United Fashion, и вот можно как раз завтра состоится онлайн-вебинар, на который все еще можно зарегистрироваться. Это ничего не стоит, и, соответственно, да, возможность подключиться там онлайн дает возможность для любой публики, там, из любой страны, в любом количестве. И такого рода вебинары, ну, то есть они проходят в первый раз, или были уже традиции такого вот на Riga Fashion Week? Ну, больше, конечно, был уход в физическое пространство, и, то есть старались сделать, чтобы приглашать гостей, чтобы они посмотрели, чтобы они там оценили, как это проходит мероприятие, в каких масштабах, посмотрели коллекции физически. Поэтому онлайн, да, больше не практиковали. Все-таки Fashion Week, ну, любые недели моды в любых столицах, ну, остаются немножко такими элитарными мероприятиями, в том плане, что на них не продаются билеты, и они вот сугубо такие профессиональные для экспертов моды. А сейчас действительно дали возможность всем желающим ознакомиться с коллекциями текущего изюза. Ну, то есть нет худа без добра, и вот получается так, что благодаря вот этой ковидной эпидемии, собственно, открылись более широко двери для тех, кто интересуется модой. Рига Fashion Week до 31 октября. Вот следите за событиями. Я понимаю, что, значит, есть площадка rfw.lv, и на фейсбуке есть страничка. И в инстаграм, да. Инстаграм, и фейсбук, все возможные варианты, которые вы можете использовать. Спасибо большое, пиар-менеджер «Рижской недели моды». Елена Сафронова сегодня была в нашей студии. Спасибо вам. Большое спасибо. До встречи.